Мы продолжаем знакомство с белорусской певицей, артисткой Ириной Веркович. Ирина, вы обмолвились о том, что приняли участие когда-то в конкурсе. Вообще, сколько в вашей жизни было и были ли еще какие-то конкурсы, может быть, фестивали, может быть, какие-то, я не знаю, кастинги? На самом деле, да, Наталья, в моей жизни было очень огромное количество фестивалей и конкурсов. Я, наверное, вот так прям сразу не назову их все, но в свое время я объездила всю Европу с коллективом в качестве солистки. Но, наверное, если говорить о конкурсе, который особо дорог моему сердцу, безусловно, это наш республиканский конкурс «Молодечный 2007», где у меня была вторая премия. И мне посчастливилось работать с маэстро Финбергом и с этим оркестром. Это большое счастье, светлая память маэстро, потому что это мегапрофессионал, это человек, который жил музыкой, жил оркестром и, кстати, жил этим фестивалем «Молодечно», «Фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни». А Витебск «Славянский базар» никак не вписывался в те годы в эту конву попытки? Скажем так, я в то время только начинала, поэтому, наверное, этот конкурс для меня был таким тоже очень важным, но где-то, возможно, не досягаем. Ну, вообще, я скажу, что я, наверное, порой, не знаю даже, какое слово потребить, где-то могу сделать один шаг в силу своего темперамента, в силу своего, может быть, знака «я рак» по гороскопу. Знаете, как говорят, да, один шаг вперед, два назад. Вот порой мне эти два назад где-то мешают, но сегодня я работаю над собой, и я стараюсь, чтобы было три вперед и только лишь один назад. Хорошо. Как вам кажется, для чего артистам нужны конкурсы, фестивали и так далее? Для чего вообще вот эта конкуренция? Она нужна или, может быть, можно и так стать человеком, достаточно популярным, и самореализоваться в данной профессии и без различных вот таких стрессовых историй? Вы знаете, я думаю, что нет, конкурсы, фестивали обязательно должны быть у артиста. Ну, во-первых, это новая история, это новое знакомство, это новый опыт, это ты все время почерпишь что-то новое, ты что-то новое узнаешь, ты знакомишься с новыми людьми, ты понимаешь, к чему тебе стремиться, потому что мы же все люди амбициозные артисты, нам кажется, что вот я уже всего достиг, что еще, чем еще можно меня удивить? Друзья, вы никогда не останавливаетесь на достигнутом. Поверьте, всегда есть в жизни новое, и оно приходит с каждым днем и с каждым годом, и нужно к этому стремиться, нужно это узнавать, и нужно стараться это как-то использовать, применять в своей жизни, и я сейчас говорю конкретно про вокальную карьеру, про карьеру артиста, музыканта. Что вас вдохновляет и что подпитывает ваш ресурс? Что меня вдохновляет? Ну, может быть, если можно, понятно, что человек творческий, естественно, что-то сейчас будет о творчестве, но вдруг вы вспомните, может быть, что-то не связанное совершенно с вашей работой, с вашей профессией? Ну, тогда это мой сын, это мое дитя, это мой Илья, который, я всегда говорю, что он всегда старается быть со мной, но сегодня будний день, это Витебск, он не смог со мной приехать на съемку, но он всегда рад быть со мной, да, рад меня поддерживать, я говорю о том, что это мой главный мужчина в моей жизни. Гордится вами? Очень гордится, да, вы знаете, и рассказывает постоянно, мама, я вот Ирине Юрьевне сегодня сказал, что мама сегодня уехала в Витебск, или мама сегодня там у нее интервью, или вот там у нее концерт, вот сегодня здесь, завтра в другом каком-то городе. Конечно, это большое счастье, и я в свою очередь горжусь им, и скажу так, я не знаю, какое может быть большее счастье в жизни, чем быть матерью. Хорошо, не могу не спросить про наступающий день 23 февраля, и, ну, как бы вот так принято, наверное, что мы поздравляем всех любимых мужчин, независимо от того, кто служил, кто не служил, кто привлекался, кто не привлекался, и кто вообще к чему стремится, да, какие у кого увлечения, мы просто вот лишний повод поздравить наших милых, любимых мужчин с праздником. Как планируете поздравлять, и, может быть, какой-то секрет, сюрприз сейчас нам откроете? Вот если быть откровенна, Наталья, вы меня просто обезоружили, потому что я еще об этом, честно скажу, не думала. Очень интенсивный рабочий график, очень интенсивный концертный график, поэтому, наверное, вот сейчас по дороге домой я буду как раз-таки думать об этом, потому что в нашей семье есть некие традиции, да, есть некие традиции, мы постараемся их соблюсти и в этот праздник, а то, что вы сказали, что мы поздравляем мужчин, День защитника Отечества, правда, мы все хотим, особенно мамы мальчиков, чтобы именно мой ребенок, именно мой сын стал защитником нашей Родины, нашей любимой Республики Беларусь, и чтобы мы гордились им, радовались им, и, конечно, были счастливы. Ну, я с вами полностью соглашаюсь, как мать, как мама тоже сына, и, на мой взгляд, конечно, очень важно, чтобы, во-первых, и человек был хороший, чтобы они были счастливы, и, ну, чтобы мирное было небо, чтобы не пришлось никого ни от кого защищать, просто жить и любить, и радоваться этой жизни. Ирина, скажите, а у вашего сына есть любимая песня из вашего репертуара, или, может быть, не знаю, альбом ещё пока? Ещё пока нет, идём к этому, да. Ну, есть ли какая-то любимая песня, почему он её любит, и приходится ли маме, например, выступать, ну, в школе, почему нет? Есть же разные мероприятия, я думаю, что в Минске такие же проходят, и вполне родители могут, да, показать, вот она, что они способны, и сын может гордиться, видимо, у нас цены. Да, вы знаете, действительно, когда мы шли в первый класс, на линейке, мы с ребёнком исполняли песню беременских музыкантов. Класс, да, исполняли. Ничего на свете лучше нету. Да, ничего на свете лучше нету. Потом он у меня тоже творческий ребёнок, весь в мать, вот, да, он у меня театрал, обожает это творчество, обожает это искусство, театр, вот, актёрское мастерство, вот эти вот перевоплощения, это его конёк, это его, не спортсмен ни разу, куда бы мы ходили, на плавание, на тэквондо, ну, вот просто нет. Он актёр. Актёр, это всё сказано, участвовали в конкурсе творческого мастерства, где он читал стихи «Мама», мы такую создали музыкально-поэтическую композицию, где Илья читал стихи «Мама» и исполнял свою авторскую песню «Белая Русь». Всё это мы красиво совместили, получился очень яркий номер. Мы заняли одно из призовых мест. Вот, ну, а сейчас уже четвёртый класс. Я думаю, что вы сказали про любимые композиции. Любимая композиция у моего Ильи – это каждая новая песня «Мама», потому что утро начинается, Алиса, включи песню Ирины Веркович «Гори». Песня звучит, и сегодня утром меня разбудила тоже Ирина Веркович в песне «Гори». Вот, поэтому я думаю, что на выпускном, в четвёртом классе, возможно, Ирина Веркович будет исполнять «Гори», а может быть, к тому времени будет уже какая-то новая композиция. Слушайте, хорошо. Тогда другой вопрос. Если бы у вас, вот представим себе, неограниченные возможности, и у вас есть шанс выбрать абсолютно любую точку мира для того, чтобы записать свой какой-то классный клип на какую-то композицию, может быть, вместе с ребёнком, почему нет, если он настолько подвижный, эмоциональный, да, и театральный парень, то что бы вы выбрали? Какую страну именно я бы выбрала? Да, да, да. Италия, однозначно. Италия – это любовь моей всей жизни после Республики Беларусь, это однозначно. Может быть, какой-то конкретный город или регион? Почему? Ну, конечно, это юг Италии, это Сицилия, Сардиния. Вы знаете, мне порой говорят, ты не русский человек. Ты не русский человек. Я говорю, нет, друзья, у меня абсолютно белорусские корни, я абсолютно чистокровная белорусская. Ну, наверное, потому что по роду своей деятельности я очень огромное количество раз была в этой стране, очень много друзей в этой стране, язык я знаю, итальянский. А поёте на итальянском? Да, пою на итальянском. Вообще, я могу сказать, что это не хвастовство, это, наверное, необходимость такой профессиональной деятельности, исполнять песни на разных языках, потому что это тоже некий аспект жизни артиста. На русском, к сожалению, узкая аудитория. Когда ты исполняешь музыкальные композиции на испанском, на французском, на итальянском языке, это уже чуть, скажем так, спектр твоих слушателей, он расширяется. Поэтому, наверное, если говорить о клипе, то однозначно Италия. Давайте мы с вами договоримся, что в один из ваших следующих приездов вы нам исполните что-нибудь на любом другом иностранном языке, на ваш выбор. Ну, уже пусть на итальянском. Ну, хорошо. Можно я попрошу на итальянском? С удовольствием, конечно, без проблем. Супер, круто. Спасибо вам огромное за интервью, спасибо за ваше время. Привет огромный вашему парню с наступающим его 23 февраля. Вас тоже с этим замечательным праздником. Пусть в вашей семье будет мир, счастье, любовь, добро котятки. Все самое замечательное. Спасибо огромное, Наталья. Очень приятно было. Спасибо Витебску. Спасибо, что я сегодня здесь, за возможность пообщаться. И очень приятная беседа была. Спасибо вам.